Всем добрейшего времени суток, с вами Свет Небес в этой жизни. Сегодня мы продолжим играть в Solo Learn. Почему играть-то? Потому что я сомневаюсь, что я сейчас могу это изучать, потому что с большего я всё уже знаю. Поэтому поиграть в эту игру, немножко поиграть с вами в эту игру, почему бы и нет? Ну что ж, давайте. Значит, что у нас есть? Шестой урок. Переменные. Работаем с переменными. Отлично. Ну что ж, итак, напомню, что я буду иногда корректировать самих разработчиков данного приложения, потому что по моему личному и скромному субъективному мнению, что-то можно было бы немножко переписать, то есть само слово может быть неправильно, а может быть слишком мало пояснений для пользователя, для того, кто будет изучать это всё дело. Поэтому да, ну то есть мы сами изучаем, а дальше уже на форумах в теории примерно разбираем кое-какие моменты. Так что, да, всё приходит с опытом, с опытом и с опытом. Ну что ж, объявляем переменные. Есть. Так, у нас есть возможность присвоить значение переменной во время его объявления, объявить переменную и присвоить ей значение позже. Да, такая возможность действительно есть, мы можем это заметить прямо вот в примере. Вы также можете изменить значение переменной. Да, действительно, видим, что мы потом, мы сдаем значение переменной b42, а потом уже в дальнейшей строчке кода меняем его на 3. Вот. Заполните пустые места, чтобы объявить переменную целочисленного типа, а затем присвоить ей семёрку. Окей. Так, это будет винтовая, да? И присвоиваем. Хорошо. И на самом деле, если здесь есть такая тема... Я просто думаю, а если где-нибудь здесь код с тем, что равно и 2 равно, это отличие какие-то имеют... Нет, нету. Нету только ответа на вопросы. Короче, если вы пишете 2 равно, то это сравнение. Но это немножко другое. Позже проверим. Чтобы... И да, и сравнение выдает булевый тип данных. Чтобы позволить пользователю ввести значение, используйте син, то есть, что я говорил в прошлом уроке, вместе с оператором извлечения, но я считаю, что здесь всё-таки оператор ввода более привычный. Оператор вывода, оператор ввода. Ну, да. Вот. Перемены, содержащие извлекаемую информацию, следуют за оператором. Окей. Следующий оператор... Следующий пример показывает, как принимать введенную информацию пользователем... А, введенную информацию пользователем и сохранить её в переменную нам. Ну, то бишь, номер, видимо, да. Окей. Для чего нужен син? Включать заголовочный файл? Нет. Включать заголовочный файл? Другая команда. Include. Вот. Вводит значение... Выводит значение перемены. Нет. Это seout. Получает информацию... Данные... От пользователя. Всё верно. Что у нас тут будет? Да. Даже пример нам сразу решили дать. Ну, а почему русских нигде нету, а, ребят? Почему? Просто американцы... Один английский язык. Ладно. Получение введённой информации. Следующая программа подсказывает, что пользователю необходимо ввести число, сохранять его в переменной a. Проверяем. Давайте, пускай будет 2 147 483 647. А знаете, почему именно такое число? Потому что именно такое число является максимальным для переменной int. И давайте даже проверим. Вы достали мне ошибку. 2 147 483 648. Видим, да? То есть нам выдало 647. То есть, если мы введём что-то больше, чем это значение... Давайте ещё разок. То нам выведет максимум от той переменной, которая у нас, собственно говоря, доступна. Окей. И, может, минусовое значение будет тоже. Ну, в принципе, это вам не нужно запоминать, но просто для того, чтобы было развитие, можно и это запомнить. Минус 2 147 483 648. Это максимальное значение... Вернее, это минимальное значение переменной int. И можно сделать 9 и даже убедиться в том, что 8 это минимальное. Видим, да? Вот, 8 это минималка. А я написал 9 в конце. Ну что ж. Что у нас здесь ещё изменить можно? Int A. В принципе, здесь ничего не имеет смысла менять. SEALTEN SIN A. Ну, в принципе, здесь всё нормально. Как бы мне придраться не к чему. Тут лёгкая программа. Дальше. После запуска программы вводится сообщение «Пожалуйста, введите число». Затем ожидается ввод пользователям числа и нажатие кнопки «Enter» или «Return». Введённое число сохраняется в переменной A. Если что, то на более, скажем так, другом уровне можно использовать этот самый «Gepcha». Я не помню точно, к сожалению, «Include». В какой из этих тем оно используется? «Io Manip» что ли? Или «Conyo Age». Скорее всего, «Conyo Age». «Conyo Age». Потому что я не помню. А «Io Manip» для чего-то другого используется. Вроде бы для «Set V». Да, вроде бы как для «Set V» используется. И вместо вот этого мы можем использовать «Get». Но вообще, вроде бы, в последнем обновлении вот такая тема была, да? «Get». И это будет функция, конечно. Мы сюда число сдаём. Вроде бы... «Include». «Conyo Age». Неужели такого нету? «Conyo Age». Так, окей. Ну, это явно не «Io Manip». Ну, это же «Conyo Age». Секундочку. Так, переходим и читаем. Потому как что? Правильно. «Conyo Age». Я всё правильно вёл. Подключаем «Get». «Conyo Age». «Conyo Age». «Conyo Age». «Conyo Age». Я не понимаю. А что там ещё было? «Conyo Age». Сейчас, обломись. Короче, видимо, в данной программе, да? В данной... Не версия, как-то объяснить. В общем, в самой вот этой теме не имеется такой вещи, как «Conyo Age». Короче, не получится мне это сделать. Ладно, забейте. Мой план провалился. Но это можно было бы реализовать, на самом деле, на компиляторе... Ну, на этом... В Visual Studio, на компе, то есть. Ладно, при запуске... Окей, всё. Программа будет ждать столько времени, сколько необходимо. Пользователь, чтобы ввести число. Окей, здорово. Пишите код как-то так. Напишите код, который позволяет ввести число и сохранять его в переменной a. Ну, это команда sin, как мы уже выяснили. Получение введённой информации. Вы можете выполнить ввод пользователям информации множество раз, как сделано в следующей программе. Создаём целочисленную переменную a и b. Выводим на экран введить число. Ввели число. Затем... Так. Секундочку. 5. А, короче, в этой программе нам обязательно нужно сразу вводить два числа. То есть, немножко неудобно. Для этого, конечно, я бы рекомендовал скачать, наверное, отдельный компилятор. Значит, берём выбрать всё. Копировать. И вот, собственно говоря, запускаем здесь. Ну, будет банально проще. Вставляем и пробуем. Здесь будет сразу всё красиво видно. Enter a number. Ну, типа введите число. Допустим, 55. Введите другое число. Девять. 55 и 9. Ну, здорово, круто. Окей. В принципе, разобрались. Можно вводить таким образом тоже. Почему бы и нет. Есть ещё другой вариант. На самом деле, смотрите, можно ещё сделать ещё прикольнее. Ну, давайте сразу сюда перейдём. Сейчас будет реклама. Нет, не будет. Мы можем вместо того, чтобы вводить другое число, таким образом, да, можем ввести всё вместе. И написать, например, to... А, блин. Типа, видите, два числа. Ладно. Окей. И это сделать не вот таким образом, как здесь. А вот таким. То есть, последовательно. И вводим 5. И... И теперь вводим 10. Всё, пожалуйста. Всё так же работает. Хорошо. Так, запустите код и посмотрите, как всё работает. Запустили, протестили, даже показал другой вариант. Продолжаем. Заполните пустые места, чтобы объявить переменную целочисленного типа var. Ввести число и сохранить его в переменной var. Окей. Объявили. Теперь нам нужно вывести на экран текст, пожалуйста, введите число. Ну, значение, да. И, собственно, ввести его в переменную. Что у нас здесь интересно будет написано. Cout. Input. Output. Ну да. Короче говоря, они, в принципе... Некоторые люди даже так пытаются расписать, чтобы прям всё было понятно. Опа. Объявили не переменную var. Instructs. Int. Выделяет память под данную переменную для дальнейшего использования. Далее идёт... Приглашение. Ладно. Пожалуйста, введите... Ну, типа, короче, русский решил перевести. Окей. Хорошо. Без проблем. Получение введённой информации. Давайте создадим программу, которая позволит ввести два числа и выводит на экран их сумму. Я думаю, я уже рассказывал про сумму в прошлый раз, что если вам необходимо использовать в дальнейшем данную переменную, то действительно имеет смысл заключать её в какую-то другую переменную. Но если вы будете использовать обычные числа для того, чтобы ваша цель... Если ваша цель просто вывести их в сумму, разность, там, умножение и деление, да, то, ну, типа, зачем? Зачем? Нет смысла. То есть, ну, давайте, ладно, запустим, проверим. Сколько нам числа надо ввести? Одно и два. Ну, допустим, пять и десять, опять же. Enter a number, enter another number. Пятнадцать. Ну, типа, сумму мы их вывели, да? Но, как я и говорил, я не вижу ни единого смысла брать и создавать для этого прямо отдельную переменную. Немножко сократили код на одну строчку, но работает он пять и десять. Точно так же. Ну, и вот нам говорят, что мы убрали сумму, хотя она здесь должна присутствовать. Хотя мы сами поковырялись в этом коде, почему бы и нет, почему нельзя. Окей, сохранять не будем, погнали дальше. Что здесь у нас будет написано интересненького? Ну, окей, типа, круто, ладно. Так, заполните пустые места, чтобы объявить переменную сумму, присвоите значение 21 плюс 7 и вывести это на экран. Окей, погнали. А, погоди, нет, это будет у нас создание целочисленных... Нет, погоди. Это будет сумма равняться, а здесь мы будем выводить на экран. Здесь мы будем выводить значение суммы. В принципе, все верно. Русские комментарии есть или нет? Почему чел с русским ником пишет на английском? Непорядок. Баним его срочно. О, не благодарите. Чел, диз тебя. За такое. Брата, ну, типа, если бы, смотрите, если бы можно было прочитать комментарии раньше, то да. Но по факту нет. Их нельзя прочитать чуть раньше. Так, окей. Использование переменных мы прошли. Дальше. Еще о переменных, то есть еще она у нас дает о переменных информацию. Окей. Указывать тип данных необходимо лишь один раз во время объявления переменной. После этого переменная может быть использована без ссылки на тип данных. То есть, да, действительно, мы можем так делать. То есть, объявили, а потом просто уже обращаемся к имени переменной и больше ничего не добавляем. Сколько раз должен быть указан тип данных для переменной? Один. Только один раз при объявлении. Да, все верно. Так. Переменное значение. Так, сейчас, секундочку. Переменное. Значение переменной может быть изменено столько раз, сколько необходимо программе. Ну, собственно говоря, так оно и есть. То есть, мы можем сделать так. И у нас будет 50. А мы можем сделать так, что A равняется A плюс 20. Кстати говоря, есть маленькая проблемка, что, смотрите, когда мы пишем A плюс 20, некоторые могут задаться вопросом, почему не равно 50. Потому что вот эта тема, вот эта вся тема сейчас, это отдельное выражение. это не сложение, это не присвоение нового значения, переменной A. То есть, что присвоит значение, что используется правильно. Оператор присваивания. И теперь можем либо так сделать, да, но хотя вроде бы делается немножко иначе. Плюс равно 20. Вроде бы в таком порядке делается, да? Да. Вот. И, ну, это когда мы до сокращенных дойдем, если у нас такие сокращенные операции будут. Либо вот так. A чему равняется? 50. Но мы хотим присвоить и новое значение. A 50 плюс 20 равно 70. То есть, здесь у нас в значение выходит 70. Вот здесь 70. И эта 70 присваивается в значение A. То есть, таким образом все и выходит. То есть, тут уже не это число, а то же самое, чтобы мы написали 70. Все настолько просто. Я знаю, что объясняю для детей, но блин, это жесть. И плюс 20. Ну, в принципе, будет без разницы. Результат будет 70. Окей. А потом мы можем сказать A равняется 0. И нам, и нам все равно. И выведется по итогу вообще 0. Да, правда, точка с запятой моя любимая, которую я не могу никак ставить на здесь, на телефоне. Окей. Так, что у нас? Значение переменной может быть изменено. Столько там. Икей, круто. Окей. Так, запустите код и проверьте. Работает. Проверили. Показали, изменили. Хорошо. Введите код, чтобы объявить переменную B, присвоить ей значение переменной A, и затем вывести их сумму на экран. int A равно int B. Так. То есть A. Яху. Так. Чуть позже покажу одну прикольную штучку, но думаю, это будет уже, когда мы на ссылки перейдем, так что не будем трогать. Ключевое слово авто. Кстати говоря, я не считаю, что ключевое слово авто вообще необходимо вплоть до использования стандартных шаблонов библиотеки. Стандартных шаблонов. Блин. S. Как называется? S.T.L. Библиотеки S.T.L. Стандартная шаблона. Стандартная библиотека шаблона. Вроде бы так. Вот. То есть нам необходимо авто вплоть до тех пор. Она, вернее, не нужна. Вот эта тема вообще нам не нужна. Потому что мы ее нигде не будем использовать. На протяжении всех уроков у нас это вот слово авто вообще будет отсутствовать. Поэтому можете смело забывать эту тему до тех пор, пока вы не перейдете на S.T.L. Окей. Любая перемена, объявленная ключевым словом авто, должна быть инициализирована во время объявления, иначе возникнет ошибка. Да. То есть поэтому у нас как раз таки все это дело и не будет работать. Ну да, короче, это бесполезно. Проще использовать это в S.T.L. Да. Этот код правильный? Смотрим. Авто ну нет. Неправильно, потому что во время того, как мы написали ну уже нужно давать ему значение 5. Кстати говоря, видите, комментов нет, поэтому люди, которые пытаются писать ответ заранее, они это зря делают. Угу. Да, да, вот даже написали, что есть вариант такой использования, да. Да, вот, молодец чел написал. Что у нас еще есть интересненького? Гуль. Потому что при использовании авто надо сразу указать значение перемен. Ну блин, о чем я собственно не сказал. Да, окей, хорошо. Шикарно. Так, ну что, у нас 8 урок, видимо, да. Базовая арифметика. Блин, я не хочу это учить. Это такая тема, которая банально, легкая, простая, но блин, на видосик это надо сделать. Ладно. C++ поддерживает следующие арифметические операции. Сложение, вычитание, умножение, деление, деление по модулю. Оператор сложения складывает операнды вместе. Ну, тут в принципе, я думаю, мы это уже не раз проходили. Можно это сделать в виде вычитания. Да, у нас будет минусовое число, но оно тоже будет считаться. Умножение. И, допустим, какие-нибудь там деления. Ну, это будет вообще жесть какая-то на самом деле, да. Тут, думаю, проще будет взять какие-нибудь 120, например. Будет двойка хотя бы. Кстати говоря, если вы берете и перемножаете, делите какие-нибудь нецелочисленные значения, вернее, наоборот, именно целочисленные значения, но немножко, ну, допустим, необычные, по типу 5,2, да. То есть, в теории, тут должно быть 2,5. Но это у нас не переменная типа float, это не переменная типа double, это переменная типа int, то есть, целочисленные. У нас нет плавающей точки запятой после определенных моментов, у нас нет десятых, сотых, тысячных и так далее. У нас есть просто целое значение. Поэтому здесь будет не что иное, как 2. То есть, двойка в пятерку помещается два раза, а последняя уже не помещается. Вот и все. Поэтому у нас все дело округляется в меньшую сторону. Что ж, еще один момент. Это у нас будет, что, 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 наверное, здесь все, да. Прикольная такая тема есть. Смотрите, по типу деления по модулю, да. Мне нравится это использовать с какими-нибудь, это будет у нас в выполнении задачи по типу написать программу, которая будет нам сейчас вспомню название. На телефоне это реально делать неудобно, но на компе у меня не получится это делать, потому что комп у меня дряхлый, как не знаю что, и там ни одна программа для записи не подойдет. По типу, допустим, у нас есть значение 123, да. Ну, допустим, вот 123. И я хочу, чтобы у меня убрались сотни, да. Для этого я беру и делю по модулю и спрашиваю, сколько раз сколько раз у нас получается короче говоря, нули это то, что я хочу убрать. То есть, блин, как это сейчас сложно. Короче, вы просто сами все увидите. 23. Смотрите, 123. Здесь я единичкой показываю то, что я хочу убрать, да. То есть, я хочу убрать сотые. То есть, сотки я хочу убрать. У меня останется только десятые части, да. Получается, тройка единицы, единицы, двойка десятки и тройка уже в разряд соток входит. Мы берем, пишем просто число с нулями, которые мы хотим убрать. То есть, на что округлить, то есть сотки. Ок, берем, пишем и выходит 23. Допустим, если мы хотим потом выяснить, сколько у нас, ну, допустим, смотрите, у нас есть число 123. Я знаю, что я перескакиваю систему на тему, но пускай будет так, на будущее просто разберем. А хотя, ладно, раз начал, то давайте. Значит, у нас есть число 23. Ок. Теперь я хочу из числа 123 узнать десятки. Какие у меня десятки? Вроде бы кажется 23, да, но я хочу взять и чтобы у меня отдельно двойка была. Значит, мы можем что сделать? Правильно. Избавиться от чего? От этих самых единиц. Для этого мы наш x, то есть 23, делим на 10. Таким образом, вся вот, а, это все надо вывести на экран, да. south и сделать это через endline. Не знаю, я сейчас просто балуюсь на самом деле, потому что мне делать нечего. Endline, но может для вас это будет полезно. Видим, да, то есть мы имели число 123, поделили по модулю на сотку, убрали сотки, сотые, то есть, потом у нас вышло число 23, и мы вот это самое число 23 захотели, допустим, узнать, как говорится, ну, просто-напросто убрать, что мы хотели, правильно, убрать единицы и получить двойку, то бишь десятые. Два десятка у нас получается. Хорошо, допустим, я хочу еще сделать прикольнее, хочу получить тройку. Для этого нам уже нужно что сделать? Правильно, поделить по модулю на десятки на этот раз. Хотя, знаете, можно сразу взять и вообще, если мы так будем делать, то просто убрать 0 и получим сразу тройку. Таким образом, я, конечно, тут написал лишнее, но вот так будет получше. Вот, получили сразу тройку. То есть, ну, это довольно-таки тоже прикольно. то есть, это как, так сказать, остаток, деление до остатка, да, получается. То есть, мы каждый раз делим на 10, да, получается. Вернее, нужно сказать, не делим, а минусуем, да. 100 минус 10, 110, ну, 123 минус 10, 110, 120, 110, 113, то есть, ааа, сорян, топлю, 113 минус 10, 93, 93 минус 10, и так далее, пока не будет, допустим, 13, 13 минус 10, равно 3. То есть, мы, грубо говоря, просто минусуем, таким образом, каждый раз. Ну, да, деление по модулю, если говорить все-таки другими словами, пожалуйста. Вот. Так, что у нас дальше? Сложение, вычитание, ну, я уже не буду возвращаться. Все, думаю, я вам объяснил, как работает деление по модулю, все остальное, остальное вы должны были бы знать. Введите код, чтобы объявить переменную x, присвоить те значения, 4 плюс 6, и вывести отдел на экран, окей, x, и вывести на экран, x плюс, а, погоди, вывести на экран. А, это будет у нас эндлайн, я понял. Оператор вывода. Вычитание, ну, в принципе, думаю, здесь мы это все прошли, можем по-быстренькому это все дело пролистнуть. умножение, боже, я хочу это все закончить. Оператор отделения делит первый оперант на второй. Вот, вот, собственно, о чем и речь было, да, что остаток отбрасывается. Вот он. Смотрите, то есть здесь у нас будет 3, потому что мы можем, получается, девятку поделить на 3, но 10 не можем поделить на 3, поэтому у нас выходит 10 с небольшим остатком, но это можем исправить, изменив, изменив тип данных. Будет 3. В смысле? Я же изменил тип данных. Не понял. Что, простите меня? Так, давайте тогда мы... Секунду, я что-то туплю, кажись, 11. Да, короче, я туплю, кажись, секундочку. Давайте так, 10, но вместо вот этого всего, смотрите, мы сделаем так. Создадим переменную a, которая будет равняться 10. Создадим отдельную переменную b, которая будет равняться 3. И затем создадим переменную типа float x, которая будет равняться a поделить на b. Точка с запятой, конечно, моя любимая. Вот, вот оно, ха-ха, то есть изначально у нас являлись они целочисленными переменными, да, если мы, вот, да, теперь мы сделали их переменными с плавающей точкой. Как сделать так, чтобы этого большого куска кода не было, а просто заменить старый, можно сделать то же самое, x равно, но сделать вот так. 10.0, это уже будет считаться переменной с плавающей точкой, поделить на 3.0, это будет как считаться переменная с плавающей точкой, не забываем про точку с запятой, и действительно будет точно так же, просто нужно будет добавлять вручную, конечно же, вот эту самую точку 0, и тогда это будет уже как отдельный тип данных. Все, окей, разобрались, пощупали, потрогали. Окей, окей, окей. Если один или оба операнда являются значениями с плавающей точкой, то оператор деления осуществляет деление с плавающей точкой, то есть видим, что я написал, можно даже было, оказывается, не 2 сделать, а вот так, и оба, и нет. Не понял, там уже было написано 1 или 2, а не 1 и 2. Если 1 или оба операнда являются значениями с плавающей точкой, то оператор деления осуществляет деление... А, неужели нужно 3 и 0 писать как деление? как плавающую точку и чё, серьёзно? Нет. Ну, короче, дикая ошибка. А, это инт. Я ж точно флот не написал. Всё верно, всё верно. Да, 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 действительно, действительно. Я тебя про флот забыл, я такой, типа, интуху беру. Неплохо. Заполните пустые места, что... Кстати говоря, может быть, в комментах такое и было. Инт. 1 поделить на 0. CoutX. О, да, типа, сломайте программу. Что у нас здесь? Инт. Икс, инт, игрек. Char Z. Please enter the X. Это, типа, привидение типов, что ли? Мне интересно, что он написал. А это скопировать не могу. Блин. Копировать текст. Я хочу. Сорян за рекламу, не я её контролирую. Окей. Мне интересно, что он будет делать. Типа, чё, чё-то написал, я хочу просто проверить. Окей. Пожалуйста, введите первое число. 5. Пожалуйста, введите второе число. 23. Пожалуйста. Так. Деление. 0. 5 на 23. Да, прикольно. Давайте ещё, боже, реклама. Так, давайте разберём. Значит, это у нас, да, собственно, Switch Case. Это проверки. И у нас, как раз-таки, вот они прикольные. Короче говоря, да, Чел сделал вполне прикольно. При помощи Switch Case организовал такой калькулятор. Почему бы и нет? Окей. Давайте ещё разок. Можно так по модулю делить. Давайте 123. 10. И деление по модулю. Это 3. Да, всё верно. Всё верно. Всё хорошо. Прикольно. Я доволен. То есть, Чел молодец. А русские есть комменты? Так, тут что у нас? Int умноженное. SeatX. IntY. Угу. IntZ. В смысле Z. А, мы типа 3 переменных сделали. IntV. А зачем ты столько переменных понасоздавал, чтобы просто-напросто показать реализацию каких-то моментов? Лол. Ты мог одну переменную взять и в неё запихивать все значения. Я не понимаю. Типа, смотрите, смотрите, X. Короче, я объясню, что имею в виду. вместо вот этого выпендрижа, который сделал чел, он мог просто, он делал так, типа, X равно 5 плюс, ну, допустим, 5. Я просто не буду выпендриваться, да? SeatX. Сейчас за... Что-то туплю, погодите. Ну, что не сделал? А, нет, не точка запятой, понял? Вот, 10. Но смотрите, вместо того, чтобы продолжить работать с той же пятеркой, он начал создавать новые переменные. Эй, IntV. Типа, зачем, зачем? Это когда ты мог бы просто продолжить работу с той же самой переменной. показывая разное действие. равно теперь будет 10 минус 7, допустим, да? И потом это дело вывести на экран. Но я не понимаю, чё чел пытался добиться этим X? Да, будет, конечно, без этих всех. То есть, получается, 10 и 3. Реклама моя любимая. Ах, почему не люблю телефон, да? Почему не люблю программировать на телефоне? Из-за того, что зрение очень быстро портится, и надо его постоянно в даль смотреть. Из-за чего у меня выходят такие мини-проблемки. Вот, 10 и 3, да? Но этот чел зачем-то взял и прям вот начал. Новую перемену создаем. Новую, новую, новую. На каждую новую перемену новый пример. О, вот, кстати говоря, float X равно 3 поделено на 2. То есть, действительно, я, это принц 1. I don't understand. А, вот, кстати говоря, почему, смотрите, чел не дочитал правильно, знаете, то есть, float 3 поделить на 2 это целочисленные перемены, да, это float. Он правильно все сделал, но как мы и увидели, то, что, чтобы получить не целочисленные нужно хотя бы, чтобы одна была переменная с плавающей точкой, это явно указать, что это переменная с плавающей точкой. Именно тогда так оно и будет. Правда, здесь нужен float. И здесь давайте введем его пример. Вроде бы 3.2, да, было? 3, допустим, 2.0. Вот, 1.5 выходит. Вот. Ну вот, собственно, почитали комменты, вполне прикольно. Продолжаем. Заполните пустые места, чтобы объявить переменную x и присвоить ей значение 81, деленное на 3. Че? Погоди. x, деленное на 3. Типа, спасибо, и что с того? Так, оператор деления по модулю. Неофициально известен, как оператор остатка. Да, оператор до остатка, ну, то есть, деление до остатка, как я и говорил. Потому что он возвращает остаток после деления целочисленных, целочисленных переменных. Угу. Окей. То есть, смотрите, допустим, 25, поделить по остатку, по остатку на 7, то есть, допустим, секундочку, равен 4. Да, это будет 4, потому что 7 на 3, 21, остаток будет 4. Все верно. Ну, мне добавить нечего, я уже все, что мог, поэтому по этой теме заранее показал. Какой оператор используется для деления остатка? Да, как бы вот, процентики. Приоритет операторов, я думаю, все, кто изучал математику, это знает, поэтому, я думаю, тут даже нет смысла как-то это комментировать. Так, скобки присваивают операторы, да, блин, мы это только что сделали вообще-то, только что. Какие выражения верны для арифметических операций? Так, смотрим. Я давно на эти вопросы не отвечал. Вычитание выполняется первым? Нет. Умножение выполняется до сложения? Думаю, что да. Сложение выполняется до умножения? Нет. Сначала выражение в скобках, а затем... Ну да. Ура! Все правильно. Шикарно. Вы только что выучили базовая арифметика, не забывайте проверять свои знания с помощью тренажеров и вызовов. Спасибо! Так, еще чуть-чуть осталось, и мы закончим уже. Оператор присваивания и... Чего? Просто оператор присваивания. Ладно. Простой оператор присваивания, то бишь, это только равно, одно равно присваивание в первую часть от левой, да, от части. То есть, мы всегда движемся, заметьте, во всех вот этих примерах, мы движемся справа налево. Вот так именно все и делается. Это есть, нет никаких скобок или приоритетных сдач. Вот. Имеет... Так. C++ имеет короткий оператор одновременного выполнения и присваивания. То есть, это как раз вот плюс равно или минус равно, то есть, это короткая запись, чтобы, ну, лишний раз там ничего не писать. Какая альтернатива? X равно 10 плюс... Это равно... Так. Кстати, здесь, если прописать X вместо Y, это будет тоже альтернатива, на самом деле. Может быть, об этом даже в комментах напишут. C++ равно C++ равно 1. Что? А, я понял. Я понял. Прикол, я понял. Угу. X равно 1 плюс 1. То есть, уже двойка равна. А, нет, это просто варианты показывают. Да, варианты, как можно это дело заменить. Кстати говоря, постфиксный и префиксный вариант имеют отличия. Но это мы чуть позже будем изучать. Окей, ладно. Так, операторы присваивания. Такой же простой синтаксис применим для операторов умножения и деления по модулю. Ну, да, 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 да. Окей, в принципе, все понятно. Введите пропущенные части кода, чтобы разделить. Ну, думаю, тут понятно. И сколько на 5, да, на 5. Шикарно. Оператор инкремента используется для увеличения целочисленного значения на 1. это используется в основном в каких-нибудь циклах, потому что это максимально удобно. И все. Плюс, чаще, конечно, будет использоваться постфиксный вариант, нежели... Погоди, префикс это до этого, да? Угу, угу. Следующее выражение. Да, вот, собственно, о чем речь, x равен x плюс 1. Оператор инкремента. Сорян, я забыл именно как звучит, типа вроде бы постфиксный вариант это когда префикс, постфикс. Постфикс это после, префикс это до. Вроде бы так. Угу. то есть есть еще вариант такой, смотрите. 12. И выведет то же самое 12. Но есть там небольшая разница, конечно, если мы это будем выводить, да, и делать это здесь сразу, то есть допустим вот так, то приоритет вот этих плюсов будет низкий и выведет 11. А после того, как мы это все будем делать, то конечно же выведет другое число, короче говоря, немножко все у нас будет не так, как мы планируем. Короче говоря, если мы поставим перед x, то приоритет будет выше и сначала он сложит плюс 1, а потом уже выведет. А когда будет другой вариант постфиксный, то у нас сначала он выведет, а потом сложит. Ну то есть уже тут, конечно, упирается все в приоритеты. То есть это, конечно, тоже выучить надо будет. Так, следующий вариант, наверное, ну даже вариантов больше тут нет, мне больше нечего от себя добавить. Потому что мы еще до циклов не дошли, поэтому говорить об этом нет смысла. Заполните пустые места, чтобы увеличить значение переменной x на единицу используя оператор инкремента и выведите его значение на экран. Окей, круто. Так, значит, что у нас единица используя оператор инкремента и выведите его значение на экран. Что-то я, кажется, туплю, слушайте. Так, на единицу это, значит, такой вариант и вывести на экран. Все правильно. Оператор инкремента имеет две формы постфиксную, префикс и постфикс. Да, я все правильно говорил, хорошо. Префикс увеличивает значение, а потом высчитывает выражение, постфикс высчитывает выражение, а потом осуществляет увеличение. Ну, короче, да. И пример постфиксной формы. Ну, да, по факту, ну, сложно немножко будет, конечно, это. Ладно, какая разница между постфиксным и префиксным вариантом. x++ использует значение, а затем производит его увеличение. Нет. Погоди. Да, 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 все верно. x++ увеличивает значение, а потом, так, до тех пор, пока, стоп, x++ увеличивает значение x до его использования. Да. Все верно. Оператор декремента минус работает почти таким же образом, как оператор инкремента, но в обратную сторону. Правильно. Даже не читая задания, понимаю, что нужно будет делать. И, в принципе, здесь, ну, на самом деле, добавлять мне нечего, все, что я могу добавить сюда, я добавляю. Потому что мы циклы даже не изучили, как бы, поэтому, ну, банально, мне нечего добавить. И последний урок, это упражнение первого модуля. Мы, ребят, сейчас выполняем контрольные задачки, шикарненько. Пожалуйста, введите пропущенные части коды, чтобы вывести на экран love C++. Любимый C++. Include. Так, тут у нас будет использование using, будет int, и здесь будет возвращение, возвращаемое число return 0 для корректного завершения программы. Я неправильно прописал, лишь из-за одной ошибки. Return include using да. Пожалуйста, введите код, который объявляет две переменные целочисленного типа и выводит их сумму на экран. Я, опять же, считаю, что здесь можно просто вот сюда написать A plus B. Вот так как-то, да. Но нам именно сумма нужна будет в любом случае здесь. И, собственно, здесь мы объявим, что? Тоже intовую переменную. Здесь мы будем сложение, да? Да, сумму на экран, все верно. Вот так вот. Так, в каждой программе языке C++ имеется, что у нас? Каждая переменная должна иметь тип данных. Все верно. Переменные должны называться x либо y. Конечно, шучу. Должна быть функция main. Да, правильно, потому что в этой краске функции выполняется все, что мы напишем поочередно. Должно быть как минимум две объявленные переменные. Нет. Пожалуйста, введите код, чтобы... Блин, меня реально прикалывают такие моменты, опять же. Блин, я реально смеюсь. Просто реально у меня на работе была такая задачка по типу перед этим как нужно обратиться к менеджеру, нужно обращаться с ним на ты, поклониться ему в колени, ну или что-то такое, я точно не помню. Я не помню, как там точно было, но короче, блин, или общаться по имени и отчеству. Я такой, жесть. Конечно, я ответил два других варианта, неправильных, а потом уже ответил правильно, и меня почти немножко долбанутым. Окей, ладно. Пожалуйста, введите код, чтобы вывести на экран значение x разделенное на y. Все просто, и делим. Что выдает, а, выводит следующая программа на экран. int a равно 3, int b равно это. Мне, кстати, говорят, довольно-таки эта тема прикалывает. Смотрите, здесь есть мини-ловушка. Дело в том, что смотрите, здесь у нас a имеет постфиксный вариант, то есть сначала она выполнит, короче, как я и говорил, у постфиксного варианта приоритет выполнения ниже, чем у префиксного, то есть сначала он что сделает, передаст значение в b, а только потом сложит, прибавит единицу, то есть у нас выйдет b равно не 4, а тройке, а вот здесь при выводе на экран мы уже как раз-таки используем префиксный вариант, и сначала у нас заменится переменная, а потом уже будет выведена на экран, то есть у нас получится b равно 2, b остается равно 2, и теперь мы b увеличим на 1, равно 3. а, b равно 3, нет, стоп, погоди, что я туплю, я не понимаю, что? не понял, вы что хотите сказать на 4 равно? серьезно? а секунду, так, 5, int b равняется 4, нет, b равняется x++, все out b а теперь у меня вопрос к уважаемым разработчикам, которые сделали то, что они сделали, у меня вопрос, как вы додумались сделать так, что ответ равно 4, 4, то есть, смотрите, и мы потом еще выводим b плюс плюс, то есть, у нас, еще раз, запомните, у нас значение b в данный момент аааа, оно было изначально известно, аааа, так я вообще настолько жестко протупил, что ли, вы что, рофлите или как? ну, пускай будет 5, потом b равно, да, точка с запятой, сорян, да, все равно, разницы никакой нет, сейчас, секунду, я не понимаю, окей, окей, смотрите, но здесь, допустим, все понятно, здесь она будет равняться 6, как и положено, но давайте еще раз логику проследим, у нас b равняется 2, мы b присваиваем значение a плюс плюс, по сути, мы присваиваем туда двойку, ааа, я тупанул, a равно 3, а не b равно 3, ааа, b равно 2, все, все, я понял, косяк мой, ладно, признаюсь, признаюсь, я, я не увидел логику, сорян, вот так жестко я протупил под самый конец, это, блин, это типа я просто не уследил за значениями, да, a равно 3, и мы присваиваем значение в b3, и b плюс плюс, это краски выходит 4, да, плюс 1, ааа, как я облажался, мой косяк, я просто, забей, называется, просто забей, я там думал, a равно 2, хотя прочитал, что a равно 3, а что у нас, проект по кодингу, вы создаете программу для автобусной службы, а, у меня что-то программа выполнена, кстати говоря, вот так я ее выполнил, давайте сами разберем, что у меня здесь написано, собственно, это будет завершение уже, да, int a, создаем, погоди, а, еще раз, можно, пожалуйста, задачку, так, автобус может перевозить 50 пассажиров за один раз, вам, да, но, количество пассажиров, ожидающих автобусной станции, посчитайте, и вы видите, сколько будет свободных мест в последнем автобусе, примеры вводных данных 24 и 126, объяснение, первый автобус перевезет 50 пассажиров, оставив 76 на станции, следующий автобус заберет 26 погоди, первый автобус перевезет 50 пассажиров, оставив 126 минус 50, ну да, 76 останется на станции, следующий автобус заберет 26 нет, погоди, следующий автобус оставит, а не заберет, все, я туплю, капец уже, насколько, оставит 26 пассажиров на станции, таким образом, последний заберет 26 и получается 50 минус 26 24 свободных места, оператор отделения с остатка может помочь определить количество пассажиров автобуса, а я как-то по-другому сделал, ведь, да, да, я по-другому сделал, лол, слушайте, даже интересно, как, получается, выслать ли переменную A, я даже, без комментариев, собственно, это плохо, бас, бас, давайте тогда будем комментировать сразу вместимость, то есть, я этот код в данный момент уже могу сократить, на самом деле, реально, это очень легко, но, к сожалению, я такой, типа, болеен, так, это у нас будет, я так полагаю, free place in the end, ну, даже, думаю, нет смысла комментировать, bull end, равно true, while end, он будет равняться true, то есть, у нас будет первый этот, if A меньше, чем бас, вернее, if A больше, чем бас, а A это у нас что? A это количество пассажиров, видимо, да, количество людей, количество людей, боже мой, людей на станции, а, наверное, надо people было написать, окей, количество людей на станции, то мы отнимаем от количества людей на станции количество и вместимость пассажиров, if A больше или равно, меньше или равно 50, то мы выполняем последнее действие, видимо, да, или как, нет, то мы, а, то мы присваиваем значение и присваиваем здесь false, хотя здесь, на самом деле, в теории же можно сделать не вот так, а сделать break, то есть, break, то есть, воспользоваться командой break, слушайте, как бы, блин, прикольная тема, я, конечно, понимаю, что сейчас это можно сократить, давайте я это и сделаю, значит, я это дело скопирую, даже нет, я это не скопирую, я просто-напросто это все дело немножко изменю, мне хочется оставить этот код, это, так сказать, моя душина, я давно это выполнял, так что пускай будет, значит, мы просто это все закомментируем и сделаем вот так, просто напишем новый код, значит, первое, что мы должны сделать, это, конечно же, создать переменную, в котором будет храниться стоп, вроде бы, было сколько, 126, да, равняться будет изначально 126, окей, хотя, погоди, у нас должны быть вводные данные, да, так, секундочку, у нас должны быть вводные данные, да, примеров вводных данных, окей, ладно, не важно, хотя ли это важно, блин, я так и не понял, а, я понял, то есть, у нас должны быть вводные данные, якобы, которые вводятся автоматически, а, окей, Тогда пустыка будет Потом вводим якобы Это самое значение Но при этом мы сами понимаем, что мы ничего вводить не будем Так, теперь у нас Эта самая перемена равняется 126 Теперь нам необходимо это все дело выделить И сделать так Значит, вывести на экран Как там называется Пиопл Пиопл Секундочку, пробел Вот Делить по модулю на 50 Проверяем Погоди, ввод 12 Ожидаемый ввод 36 Погоди А, вывод Ввод 12 Вывод 12 Не понял А почему 12? А что мы здесь написали? Бас Эй Син Погоди, а ожидаемый Погоди, погоди Подсказка Не понял Ну, тогда здесь надо использовать то, что мы еще не изучили Ответвление, наверное Смотрите По типу Тест первый Да, вот Данных 12 Ожидаемый ввод 238 Второй тест Это 231 Ожидаемый ввод То есть Мы не выполнили ни один тест Интересно Мне реально интересно Слушайте Еще раз Как я это сделал здесь? 50 Это Нужно бас Погоди Ну, хорошо Допустим Мы возьмем первый тест 12 Вывод Ожидаемого 36 А, типа Мы Вписываем Количество данных Как-то А-а-а Я Не понял А здесь Я что делал? Бас Бас Минус Эй Ага Ёлы-палы Эй Минус Бас Я понял Так нет Первый вариант Был вполне Таким еще Адекватным Я сейчас Протупил Оказывается Сорен Я просто Задачу Сразу Не понял Так все Правильно Получается Проверяем Да Все задания Даже скрытые Выполнены Правда Тест у нас Не написан Да Ожидаем Вывод 19 19 То есть Да Действительно Здесь все-таки Более такое Правильное решение Но опять же Я говорю Что я не уверен Что я здесь Все правильно Сделал С этими Всеми Ветвлениями Наверное Нужно было Выводить Отдельную Переменную Получается Скорее всего Да А я здесь Использовал Выражение Короче Все равно Давайте еще раз Попробуем Короче Я закончу программу И лучше нажму на play В принципе Я что-то смог Реализовать Ну Реализовали Но разницу Видим Получается 5 Ну 6 Строк кода Против 7 22 Ну и так понятно Что разница В любом случае Огромная есть Окей Что вообще Написал Написал Количество людей Которые вводит Пользователь Затем Написал Людей В последний Автобус Сколько влезет Потом написал Сколько вмещает В себя автобус Вот Хотя на самом деле Даже вот этот Бас Можно убрать Но при этом Немножко будет Непонятно Но суть Останется Одной и той же Вот И ответ То есть Думаю понятно Что последние люди Последние люди На остановке Да Ну вообще PFLM Это значит Написал Последний For Ну короче Последний для минуса В общем Суть какая Мы Задаем Количество Помещаем Ну типа 50 Это сколько Вмещается В автобус Ответ И Сколько людей Останется После Последний Сколько людей В месяц В последний Автобус Да То есть Сколько людей Зайдет В последний автобус Вот Что мы сделали Здесь Мы высчитываем Сначала Сколько людей Будет вмещено В последний автобус Здесь у нас Какой был результат 12 Да Ввели 12 Смотрим Тут у нас Получается Сколько осталось Правильно Сколько раз 12 Вернее Сколько раз 50 Вмещается В 12 0 Поэтому у нас По факту Остается Сколько 12 И Сколько людей Остается на остановке 50 Вернее Сколько вмещает В себя Автобус 50 Мы 50 Минусуем От количества Людей Которые У нас Вмещаются В последний Автобус То есть 12 12 Минут 50 36 Ну и думаю Тут можно Также с аналогией Провести В принципе Все будет правильно Вот таким образом Я решил задачу Только как я и сказал Этот код Можно еще сократить Чтобы Баса здесь не было Можно просто Сделать 50 Можно еще До 5 строчек Сократить Правда Мы здесь Что-то 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 Сделали Не то Мы бас Здесь также Убрали Поэтому Сделаем 50 Ну и как мы видим Ничего не изменилось Просто-напросто Сократили на одну строчку Кода Правда Теперь непонятно Что от чего Мы отменяем Вернее Убавляем Ну в общем Да Еще можно Вот так Ну все 6 строчек Кода Заняло По сравнению С моим Бывшим Кодом Ну что ж Вот собственно Что и значит Немножко Подучиться И понять Как у нас Работает Программирование Правда Да Признаюсь Здесь конечно Людей На установке Я почему Не люблю Все-таки Писать на телефоне Неудобно Исправлять ошибки Спасибо за просмотр Надеюсь Что данный ролик Оказался вам полезным Со временем Да Конечно У вас все будет получаться Но Если вы опытный Конечно Программист Не знаю Зачем Вы вообще Смотрите Мой ролик Поэтому Всем удачки Всем пока До новых встреч Всем добра